всем привет у каждого из нас рано или поздно наступает такой момент блин и я хочу создать своего персонажа но что делать дальше и с чего начать все это не просто и довольно таки сложно вообще создание персонажей это не просто придумывание образов характеров или особых умений нет это еще и создание самостоятельные истории и мира в котором та самая история и происходит создание истории мира это нелегкое дело не каждый справится с этой задачей поэтому когда вы создаете своего первого персонажа именно первого то советую вам ориентироваться на других персонажей которые вам нравятся и вас вдохновляют чтобы понимать как они работают в собственном мире а вообще лучше для тренировки попробуйте сделать свою версию популярного персонажа не переживайте это в целом законно главное не говорите то что идеи вы все сами придумали скажите то что вы взяли за основу другого персонажа просто переделали его какую-то часть и в этом видео я расскажу что нужно для создания вашего персонажа по моему мнению присаживайтесь поудобней поехали и так для начала нам нужно определиться для каких целей вам нужен персонаж в основном выделяются два типа это сюжетный и маскот персонаж сюжетный это те персонажи которые имеют под собой какой-то бэкграунд историю и мир это самый редкий тип потому что не каждый может придумать собственный мир историю чтобы это смотрелось или читалось приемлемо для создания такого типа персонажа нужно учесть несколько аспектов это история персонажей мира мотивация героя характер внешность и какие-то особые навыки давайте разберем это поподробней история персонажа и мира это самый главный фактор который покажет насколько ваш персонаж интересный и в каком мире ему предстоит жить и с какими трудностями ему придется столкнуться особенно очень важно это бэкграунд героя вы должны сделать интересную предысторию который будет цеплять зрителя ну и нравится вам разумеется может у него было трудное детство которое сказалось на психике или случилась какая-то трагедия которая двигает персонажа по какому-то пути также важна история мира в котором герой находится может с этим происходит во время великой отечественной войны значит время очень депрессивная и жестокая значит это будет очень сильно влиять на героя или наоборот мир добрый и радостный но щепоткой насилия и наркотиков это уже какое-то джоджо мотивация она исходит от первого пункта опять же нужен переломный момент для героя который поведет его в путешествие для достижения цели или же мотивация это вообще искупление главного героя перед кем-то возьмем пример человек-паук именно классическая версия его мотивация для становления героя была смерть дяди бена и грубо говоря это его искупление греха он понимает что если у него есть сила то он должен применять ее для помощи людям жертвуя своей жизнью для своего персонажа можно сделать что-то подобное или же связать мотивацию героя с чем-то глобальным что происходит во всем мире яркий пример это one piece с поиском сокровища и становление королем пиратов но если конечно брать только луфи у остальных немного другие мотивы об этом можно излагаться бесконечно так что го к следующему пункту характер тут уже не все так однозначно потому что характер эта черта субъективная можно сделать персонажа бой скаутом как супермен с правильными принципами и благими намерениями или же можно сделать персонажа более глубоким может он изначально был добрым малым но некоторые события изменили его сделали из него жестоким и грубым человеком но оставляя принципы заботы о своих друзьях и родных вообще можно сделать адскую смесь создать персонажа таким гадким хитрым но очень притягательным харизматичным и умным ну и конечно характер персонажа передает его внешний вид о котором мы сейчас и поговорим внешность всем всегда нравится интересные и необычные дизайны персонажей особенно когда это связано с воздействием внешнего мира и характером конечно если действие истории происходит во мрачном лондоне 19 века ну допустим и яркий стиль одежды будет не к месту очень будет сильно выделяться и как-то неестественно смотреться и наоборот яркому красочному и волшебному миру не идут мрачные тона но если конечно персонаж не злодей также внешний вид героя может быть связан со индивидуальными способностями особые навыки наравне с внешностью особой навыки делать персонажа загадочный сильнее и привлекательнее опять же способности даже совпадает с этим га мира в котором gg ну лишь злодей находится смотря какого персонажа придумываете и должны быть прописаны логично и интересно а это уже пересекается с первым пунктом если все прописать логично то зритель словит меньше кринжа с вашей идеи и даже похлопает по итогу можно сказать что для создания сюжетного персонажа нужно хорошая прописанная история героя его бэкграунд с переломным моментом который влияет на его мотивацию она тем самым движет сюжет характер чтобы не устать от гг ну или же от злодея не знаю кого хотите придумать может быть это будет вообще какой-то нейтральный чел в общем нужно получить интересные изменения в его характере чтобы было любопытно наблюдать за ним внешний вид чем яркий персонаж необычным дизайном одежды тем интересней за ним наблюдать но не забудьте что нужно придерживаться сеттинга мира это важно ну и способности это изюминка персонажа это не обязательно супер сила может это развитый интеллект или же другие какие-то навыки все зависит от вашей фантазии главное это связать с сюжетом если у героя изначально есть супер силы и он самый мощный ну типа вы я родился самым сильным ну это такое мне не особо такое нравится в общем делайте персонажи особенным и запоминающимся за которым будет интересно следить а то сделайте герои нынешних сенонов которые практически одинаковы характерами мотивации только сеттинг отличается так не надо делать а второй тип персонажи это маскоты тут все просто этим персонажам не нужна история они нужны для того чтобы быть лицами определенных людей это могут быть как блогеры стримеры большинство художников используют маскотов ведь в чем суть таких персонажей они броски и запоминающиеся с интересными дизайнами и одеждой чтобы приманивать людей ну и чтобы вас запомнили именно вас я имею ввиду кто создает маскотов ну вы поняли меня ну вот например у меня в группе есть маскот шакал вержил он уже давно со мной и все меня знают именно как вержила маклауда ко мне это привязалось и даже меня бывает называют просто шакал не знаю оскорбление это или нет но я в принципе уже привык кстати ссылка на группу в описании подписывайтесь там много различных интересных рисунков и других новостей но кстати скоро с этим персонажем планируется кое-что крупное и интересное так что советую следить за каналом а по-хорошему поставить колокольчик вроде на этом все надеюсь я смог дать вам ответ на заданный вопрос если тема вам показалась интересной то пожалуйста поставьте лайк тогда и пойму что вам действительно было интересно и кстати вы могли заметить то что на протяжении всего видео я рисовал свою версию человека паука если вам интересно узнать его историю то напишите в комментариях гло историю паучка если будет много комментариев я тогда сделаю по этой теме видео ну вот и видео подошло к концу надеюсь вам все таки понравилось видео если это так то оцените лайком и комментарием напишите в коментах как вы считаете что нужно для создания персонажа а с вами был я маклауд всем удачи до скорого пока пока пока